Приветствую всех любителей шахмат! Сегодня мы рассмотрим превосходную партию 14-го чемпиона мира Владимира Крамника, сыгранную во время турнира претендентов в 2018 году против Ливона Ароняна черными фигурами. Перед началом выпуска хочу выразить благодарность за поддержку своим подписчикам, а именно Сергею Тену, который поддержал канал и написал сообщение. Когда я смотрю разборы партии Таля, моя рука тянется к кнопке поддержать канал. Ну а кроме шуток, прекрасные разборы, сбалансированное сочетание глубины и юмора, инструктивный подбор партии. А также хочу выразить благодарность любителю и анониму, которые поддержали канал, но при этом не написали никаких сообщений. Итак, в этой партии Аронян играл белыми и пошел Е4. Крамник отвечает ходом Е5, белый развивает фигуру, нападает на пешку, черный также развивается, попутно защищая пехотинца. И вот она испанская партия. Крамник идет в берлинский вариант, отчасти благодаря которому он смог одержать победу в матче на первенстве мира против Гарри Каспарова, по сути выбив у него белый цвет, а именно ход Е4. Белый препятствует как раз берлинскому варианту, играет антиберлин ходом Д3. Защищает атакованную пешку, черный развивает слона, готовит рокировку и Аронян принимает решение поменяться на поле С6. С одной стороны испортить противнику пешечную структуру, с другой стороны белый предоставляет черным преимущество двух слонов, что является компенсацией за такую вот порчу. И здесь нельзя брать пешку на поле Е5, поскольку у черных есть двойной удар, нападение на мат и на коня на поле Е5. Белый в результате потеряет фигуру. Поэтому Аронян рокирует в короткую сторону и уже создает угрозу выигрыша пешки. Приходится крамнику эту пешку защищать. Белый делает профилактический ход H3, направленный против угрозы слон G4. Неприятные связки коня, ввиду отсутствия белопольного слона, соответственно, у Ливона Ароняна. Но вот если на минуту представить себе, что черный король находится на ферзевом фланге, пешка на поле H3 будет прекрасной зацепкой для пешечного штурма, а именно движение пешки Ж5 и Ж4, вскрывая линию Ж для своих тяжелых фигур. Владимир Крамник сразу подчеркивает все недостатки хода H3, играет ладья Ж8. И это была настоящая дебютная бомба на момент 2018 года. Черные сразу готовят движение пешки Ж вперед, оставляя при этом своего короля в центре доски. Поскольку линия Е в данный момент заблокирована, и добраться до этого короля у белых не видно возможности. Есть такой принцип, что на фланговую атаку необходимо отвечать контрударом в центре. Но если в этот момент белый попытается провести контрудар D4, вскрывая центр доски, то черные сразу могут приступить к пешечному штурму на королевском фланге, жертвуя пешку. Только вот если эту жертву принять, тогда последует красивый комбинационный удар слон H3. Используя рентген по линии Ж против белого короля. Таким образом, на взятие на поле H3 черный играет H6, отыгрывает фигуру, при этом разрушает положение королевской резиденции белых. Ввиду этого варианта Ливон Аронян делает еще один профилактический ход король H1. И теперь выясняется, что на ход G5 белые уже могут пробить на поле G5, так как нет связки по линии Ж и нет комбинационного удара слон H3 со стороны черных. Но Крамник играет теперь конь H5. Таким образом, защищает клетку на G5 и готов двинуть вперед пехотинца по линии Ж. Белые отвечают ходом C3. Все-таки хотят сыграть D4, ответить контрударом в центре на фланговую атаку противника. Крамник не обращает на это никакого внимания и проводит свой план G5, на что следует маленькая комбинация со стороны Ливона Ароняна, конь Е5. Мы видим, что конь на H5 подвис. Теперь, если черные берут фигуру на Е5, тогда белые отыгрывают коня на H5. Ну и, в принципе, получают лишнюю пешку. Поэтому Крамник здесь сыграл G4. И уже в этой позиции нельзя брать пешку на поле G4. Висит конь на Е5. Если белый забирает на G4 конем, тогда последует удар слон G4. В данный момент у черных лишняя фигура. Ну а если белый пытается отыгрывать эту фигуру, то попросту получает вот такой вот красивый мат. И после хода конь G3 выясняется, что нет защиты от хода ферзь H1. Брать коня нельзя по кодексу из-за того, что пешка связана. Ну и поскольку конь на Е5 висит, брать на G4 нельзя. Белым нужно как-то решать проблему с этой фигурой. Аронян сыграл D4, защищая коня и попутно нападая на слона противника. Кравник сохраняется на ходом слон D6. И здесь также опасно бить на G4 из-за хода ферзь А4. Ну и в принципе черный развивает мощнейшую атаку на королевском фланге. У них 4 фигуры находятся на данном участке доски, в то время как бедного короля не защищает ни одна фигура белых. Фигуры белых на ферзьевом фланге спят сладким сном. И едва ли белым удастся отбить мощнейшую атаку противника. Так что на ход слон D6 Ливон Аронян пытается блокировать положение на королевском фланге и играет G3. Черный меняется на поле Е5, отыгрывает пешку, угрожает взять на поле Е4 и заодно выписать шаг белому королю. Белый защищается от данной угрозы ходом ферзь D4, предлагая размен ферзей. Но меняться черным невыгодно, хотя у них здесь лишняя пешка в окончании. Но мы видим, что все пешки, ну не все пешки, а многие испорчены. Пешки по линии H являются сдвоенными. Пешка на F7 изолирована и также сдвоенные пешки по линии C. Так что у белых здесь прекрасные шансы защитить эту позицию. Но возникает вопрос, зачем Крамнику переходить в такое окончание, если он может продолжить наступление на белого короля, сохранив ферзей. Он уводит своего ферзя на поле Е7. Кажется, что Ливон Аронян достигает своей цели и блокирует королевский фланг. Но если присмотреться к позиции, становится ясно. Катастрофически ослаблен комплекс белых полей. И при наличии белопольного слона, рано или поздно это скажется. Итак, Крамник нападает на ферзя противника. Ферзь должен сторожить пешку на поле Е4, поэтому Аронян отступает на C4. Черный с темпами развивает свои фигуры. У белых по-прежнему не играет 3 фигуры на ферзьевом фланге. Последовал шаг с поля Б5. Черный защищается от шага. Приходится ферзю отступать. И здесь нужно было сыграть ферзь Д3, скрипя сердце. Но тогда после хода ладья Д8. У черных, конечно же, колоссальный перевес в развитии. Они могут провести в последующем ход Ф5. И также здесь должны победить. Ну а после хода в партии ферзь А4. Владимир Крамник приступает к решающим действиям на королевском фланге. Он прорезает слабые белые поля ходом Ф5. Угрожает тычок Ф4 с разрушением королевской резиденции белых. Но если вот в этой позиции поменяться на Ф5, тогда будет красивый комбинационный удар. Конь Ж3, жертвуя фигуру. Это вилка. На взятие коня будет ход слон Д5. Шаг на отступление короля. Продолжение ферзи Е2. Единственный способ защититься от мата это сыграть ладья Ф2. Но тогда после шага с поля Е1 белый король так или иначе получает мат. На ход короля Х2 будет продолжение ферзи Х1 мат. Ну а на перекрытие ладьей будет ход ферзи Ж3. И это также мат. Поэтому на продолжение Ф5 в партии Ливон Араньян нападает на черного ферзя. Но крамник жертвует качество хода младья Ж5. Итак, после взятия на Ж5 он играет Ф4. Проводит ключевую идею разрушения королевского фланга противника. Но если взять на Ф4, то просто конь Ф4. Затем черный забирает на Ж5. Играет ферзь Х4 и матует белого короля. Ну а на ход в партии ферзь Д1 черный с темпом нападает на ферзя. И после ухода ферзя пробивает на поле Ж3. Белый пытается развивать свой ферзевый фланг. Но теперь следует прием, который называется ладейный лифт. Ладья Д3. После взятия на поле Х3 можно подключить к ладью к атаке на короля. Араньян пытается менять тяжелые фигуры. Но крамник поднимает еще один суперход. Вот слон Д5 оставляет сразу две свои фигуры под атакой вражеских фигур. Здесь выясняется, что на взятие на поле Д5 последует шаг с поля Е4. На отступление короля еще один шаг. После взятия на поле Ф2 черный играет ладья Ж3. Ну и по сути защититься от матов белых нет возможности. Скажем на ладья Е1 можно дать шаг. И затем заматовать белого короля. Но если белый здесь забирает ладью на поле Д3, тогда будет ход Ферзи Е4 шаг. И на перекрытие пешкой можно даже не брать ладью, а забрать пешку на поле Ф3 с угрозой продолжения Ф2. И также нет защиты от мата у белых. Так что в партии Ливон Араньян пытается хоть как-то прикрывать свои слабые белые поля. Играет Ф3. Но теперь крамник забирает пешку на поле Ф3. По-прежнему черных две фигуры под боем. Белые все-таки взяли слона на поле Д5. На что последовал ход Ферзи Е2. Угрожает мат с поля Аш2. Белый связывает вражеского Ферзя. Таким образом защищается от мата. Казалось бы выигрывает Ферзя. Но после хода Ж2 положение белых становится абсолютно безнадежным. И уже на 27 ходу Ливон Араньян признал себя побежденным. Дело в том, что на отступление короля черный красиво выигрывает. Это не ставят Ферзя, завлекая короля на поле Ж1. После взятия на Ж1 черный дают еще один шах. И на отступление короля играет ладья Аш3. На ход король Ж2 они ставят еще одного Ферзя с шахом. И это соответственно мат. Таким образом казалось бы полезный профилактический ход Аш3 направленный против связки вражеского слона. Привел белых к настоящей катастрофе. Поскольку черные использовали эту пешку как зацепку для атаки на королевском фланге. Довольно известный прием. Но оригинальность его заключалась в том, что черные оставили своего короля в центре доски. Что же если вам понравилась данная партия. Ставьте лайки. Подписывайтесь на обновление канала, кликнув по изображению коня. Нажимайте на колокольчик. Пишите комментарии. И до скорых встреч.